А что происходит? Почему нельзя? Это государственный переворот. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Это именно предательство. Дорогу, видимо, пытались перекрыть на Москву. Ну, че случайно, да? Ситуация. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко? Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наше лоно российских граждан. И не для того, чтобы домилитаризировать и деноцифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на запорожском, херсонском направлениях. В СУ продавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать свою страну. Но эти мрази, они не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Редактор субтитров А.Семкин Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть установлено. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием. А что происходит? Почему нельзя? А что случилось? Пока не поздно и нужно и необходимо это сделать, это подчиниться воле и приказу всенародного избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты, поставить дислокации и районы срадочения. Братья по ЧВК «Вагнер» это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь, не нужно это сейчас делать, потому что большего удара по имиджу России, по ее вооруженным силам сейчас придумать невозможно. В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения Министерства обороны, вернее срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми, мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина. В ФСБ призвали бойцов ЧВК не совершать непоправимых ошибок, не выполнять предательские пригазы Пригожина и принять меры к его задержанию. Обо всем случившемся поинформирован Владимир Путин. На московской трассе один из штурмовых отрядов подвергся обстрелу у вертушек. В подразделениях ЧВК «Вагнер» все целы. Вертушка уничтожена, горит в лесополосе. Я еще раз всех предупреждаю. Мы будем воспринимать как угрозу и уничтожать все вокруг. Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели. Мы готовы все умереть. Все 25 тысяч. А после этого еще 25 тысяч. Потому что мы умираем за Родину. Мы умираем за русский народ, который надо освободить. Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военной объекта Ростова, в том числе аэродром. Вы уничтожаете Мерняк. Вы только что развалили автобус с улетелем. И совести у вас никакой не было от этого. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране. И своему народу. И тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы Вагнер. По поводу предательства Родины, президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины. Мы воевали и воюем. Все бойцы ЧВК Вагнер. И никто не собирается по требованию президента ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше. В коррупции, в обмане и в бюрократии. Без единого выстрела мы захватили здание штаба. Мы не помешали работе ни одного человека. На улице стоят люди, которые разворачивают флаги ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнер живет 10 лет. Использую исключительно наличные деньги, что и написано в контракте. А я это тщательно соблюдаю. Когда мы занимались работой в Африке, на Украине и в других странах, когда кошмарили Америку, то всех устраивали наличные. А теперь пришли с обысками. Ничего страшного. Дорогу, видимо, пытались перекрыть на Москву. Дорожников раздвинули, и колонна дальше пошла. Короче, все. Нам больше не проехать. Как домой ехать, не знаю. Понимая. Всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон. Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении, в полевые лагеря, согласно плану. Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным. Уколо 20 лет. Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия. Мы признательны президенту Беларуси за эти усилия. Беларуси за эти усилия. Х smoothies. Девочки!